Игроман. Ради денег пошел на двойное убийство. В Украине погиб очередной белорус, воевавший за Россию. Жители Бреста в ужасе от массового нашествия кровососов. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В Зельве игроман ради денег задушил приятеля его престарелую мать. Подробностями резонансного дела поделились в управлении Следственного комитета по Гродненской области. Выяснилось, что на преступление мужчина пошел после отказа одолжить ему деньги. Сначала он задушил своего приятеля, а затем, избавляясь от свидетеля, таким же способом лишил жизни пожилую мать. Из дома фигурант вынес сейф, в котором хранилось 20 тысяч рублей и около 1500 долларов. Тела задушенных позже обнаружили в веранде дома. Подозреваемого задержали. Оказалось, что местный житель выбросил часть одежды, которая была на нем в тот роковой вечер, избавился от сейфа и мобильного телефона убитого. Однако в итоге все же был вынужден признаться в содеянном. Мужчина рассказал следователям, что увлекался играми в онлайн-казино. Часто проигрывал, набрал крупных долгов. Часть украденных денег он и в этот раз спустил в рулетку. Частично потратил на выпивку, а также раздал долги. В Могилевской исправительной колонии номер 15 сложилась критическая ситуация с медобслуживанием. Как сообщают правозащитники, чтобы дождаться очереди к стоматологу, заключенным приходится терпеть почти год. Но и спустя такое длительное время нет полной гарантии попасть на прием к врачу. Администрация колонии объявляет осужденным, что стоматолог находится на больничном. Кроме того, за пломбы и другие стоматологические материалы приходится платить родственникам узников. Если денег у них нет, с пациентами не церемонятся. Больной зуб вместо лечения удаляют. А если не заплатили за наркоз, процедуру могут провести без обезболивания. Правозащитники не раз заявляли, что получить квалифицированную помощь ни в СИЗО, ни в колониях Беларуси не представляется возможным. У врачей нет лекарства, а правила приема медицинских передач усложнили. Напомним, ранее независимые СМИ сообщили шоковую новость об известном политзаключенном Степане Латыпове. Выяснилось, что он заболел редкой болезнью – цингой, которая возникает при острой нехватке витамина С. Общественный активист сейчас также отбывает срок в Могилеве, в колонии номер 4. Бывший депутат Верховного Совета СССР Николай Петрушенко с 2015 по 2022 год написал 8 жалоб. Пенсионер, проживающий сейчас в Толочинском районе, доносил в КГБ на группы в социальных сетях, а также на посты пользователей. Также известный поклонник Сталина призывал не верить свидетельствам о массовых расстрелах советских граждан на Кобылятской горе возле Орше, где установлен мемориал в память о жертвах сталинских репрессий. Факты о доносчике обнародовали киберпартизаны, недавно слившие базу доносов КГБ в открытый доступ. А сейчас Николай Петрушенко сам оказался жертвой репрессии. В его аккаунте в соцсети ВКонтакте нашли публикацию статьи из экстремистского ресурса. В связи с чем на сталиниста участковый составил административный протокол. Николай Петрушенко его обжаловал, доказывая, что на момент публикации, затем на протяжении еще нескольких лет, сайт не являлся экстремистским. В результате суд в отношении доносчика отложили, а дело вернули в милицию на доработку. Отметим, что в нынешней Беларуси суды за публикации, размещенные в соцсетях еще до того, как ресурсы были признаны экстремистскими, общепринятая практика. В Гомеле мать намекнула несовершеннолетнему сыну, что у него лишний вес. Подросток обиделся и пригрозил обратиться с жалобой в органы опеки. Об этой истории стало известно из публикации в банке судебных решений. Мешавшись в конфликт, отчим так потянул мальчика за ухо, что разорвалась барабанная перепонка. За подростка вступились бабушка и родной отец, которые привезли его в больницу. Получив на руки заключение медэкспертов, они подали на отчима заявление в суд. Обвиняемый во время процесса свою вину отрицал, жена его слова подтвердила. А подросток утверждал, что отчим момент ссоры также толкал его и бил по лицу. Судя по решению, суд больше поверил взрослым. В итоге глава семейства отделался легким испугом. Его приговорили к штрафу 1200 рублей. Эту историю активно делили в социальных сетях, в результате чего там разгорелись острые дискуссии. Одна часть пользователей осудила действия отчима, а вторая часть раскритиковала угрозу мальчика пожаловаться на мать. Стало известно о смерти бывшего жителя Светлогорска Марата Сувханова, который воевал на стороне России. Новостью поделились правозащитники из Гомельской весны. Известно, что в 2008 году парень окончил Светлогорское городское ПТУ номер 50. Затем работал вахтовым методом в одной из российских буровых компаний. Это подтверждают фотографии Сувханова в соцсетях. В России мужчину задержали, судили по наркотической статье. А в колонии завербовали в состав частной военной компании «Вагнер». Когда именно погиб Сувханов, не сообщается. В конце апреля также появилась информация, что молодечно похоронили воевавшего на стороне России 22-летнего белоруса Виталия Чибисова. Отметим, что точное количество наших соотечественников, погибших за русский мир в Украине с 2014 года, неизвестно. В открытых источниках упоминаются около двух десятков имен. Жители Бреста в шоке от массового нашествия кровососов. Мошки стали намного более агрессивными, чем минувшие годы. Об этом сообщил телеграм-канал «Виртуальный Брест». Насекомые нападают на людей на улицах в общественном транспорте. Они также залетают в квартиры выше третьего этажа, чего ранее не наблюдалось. От гнуса страдают не только люди, но и домашние животные. Брещане жалуются, что даже москитные сетки не защищают теперь от мошек. Местные эпидемиологи заявляют, что территорией массового размножения этих насекомых в окрестностях города является река Западный Бук. Мошки способны разлетаться на расстояние до 10 километров, а пик их активности выпадает на май. В этот период времени медики рекомендуют избегать пребывания возле водоемов, где кровососов больше всего. Отметим, что для человека мошки безвредны, заболевания не переносят, однако могут вызывать аллергические реакции. Под Минском задержали мужчину, который знакомился с детьми и совершал в отношении них насильственные действия. Как сообщили в УВД, всего от действий подозреваемого пострадали более 30 мальчиков, проживающих в Минской области. Мужчину интересовали подростки в возрасте 12-15 лет. Следователи выяснили, что водитель знакомился с ними в одной из социальных сетей и приглашал на личные встречи. Войдя к ним в доверие, он предлагал встретиться лично. Дальнобойщик обещал мальчикам научить водить машину и дать возможность заработать деньги на карманные расходы, помогая с ремонтом авто. А во время личных встреч он развращал детей. Друзья, на нашем новом канале Маланка Экшн в субботу состоится большая премьера первой серии нового выпуска реалити-шоу «Безретуши» с участием Светланы Тихановской. Самый честный разговор такой народного лидера вы еще не видели. Приходите по ссылке в описании, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Впереди на Маланка Экшн вас ждет много интересного. Ну а после просмотра новостей вечером предлагаю присоединиться к нашему ежедневному прямому эфиру «Горячий комментарий» и задать вопросы нашим гостям. До встречи в эфире и Жыве Беларусь!